Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня мы обсудим с вами несколько ошибок, которые допускают начинающие туристы при использовании своего снаряжения и при уходе за ним. Переходим к туристическим коврикам. И тут ошибок и нюансов ничуть не меньше, чем со спальниками. Я буду рассказывать про надувные и самонадувные коврики, потому что про коврики-пенки нет особого смысла рассказывать, они дешевые и с ними можно позволить себе быть достаточно безжалостными. Поэтому про более дорогое снаряжение это самонадувашки и надувные ковры. Начнем, наверное, опять же с первых ошибок. Предположим, что вы купили себе самонадувной ковер. Приходите с ним домой и думаете, нужно, наверное, его дома попробовать, надуть, вдруг он бракованный и вообще попробовать что-то как. Надуваете, лежите, вам все нравится и вы решаете убрать этот ковер обратно в чехол. Сворачиваете его, сдуваете, сворачиваете, пытаетесь затолкать его в этот чехол, а он не заталкивается. Прям классическая история с самонадувающимися ковриками. Там есть некоторый секрет, нюанс. Опытные туристы его, конечно, знают, но для начинающих туристов иногда это бывает прям стрессовая история, чтобы затолкать самонадувашку обратно в ее чехол. Особенно этим грешат терморесты. Там вот эти чехлы для ковра сделаны прямо впритык. Как мы сворачиваем коврик, чтобы он имел максимально компактный объем? В первую очередь мы, конечно же, откручиваем воздушный клапан, выдавливаем из коврика весь воздух, складываем его, сворачиваем и этот клапан закручиваем. Большинство туристов считает, что в этот момент ковер уже свернут и можно убирать его в чехол. Если это надувной ковер или у вас просторный чехол, можете так поступить. Но зачастую чехлы сделаны прямо впритык. Поэтому мы раскручиваем обратно этот уже сложенный издутый ковер, не откручивая клапан. Клапан у нас закручен, это важный момент. И начинаем повторно его сворачивать более плотно, прилагая больше чуть-чуть усилий. И это у нас получается лучше, потому что пена, которая находится внутри ковра, утеплитель, который находится внутри ковра, уже потерял большую часть воздуха. И мы можем свернуть его гораздо плотнее и туже. Когда мы доходим до финальной стадии и мы видим, что часть еще воздуха нам удалось выдавить из утеплителя ковра, мы откручиваем клапан, выдавливаем остатки воздуха, закручиваем клапан обратно. И это и есть максимально компактная версия нашего ковра, которая влезет, поверьте мне, в любой чехол. А сейчас самое время напомнить, как выгоднее всего закупаться на Алиэкспресс. Все мы так или иначе покупаем на этой площадке туристические товары и не только. Низкие цены, часто бывают акции, ну в общем вы сами все знаете. Тем более некоторые товары, такие как мягкие ведра, титановые лопатки, в других местах и не найдешь. А если найдешь, то уже совсем по другим ценам. Да что я вам рассказываю, вы и так все знаете, что за палатками Naturehike или за горелками БРС все мы так или иначе идем на Алиэкспресс. Даже в рифму получилось. Я уже не раз рассказывал вам про приложение АлиРадар. Мы сами им пользуемся, когда покупаем товары на Алихе. И когда вы мне пишите в личку, посоветуй что-нибудь бюджетное с Алиэкспресса, я вам предлагаю пробивать через АлиРадар, чтобы выбрать самый выгодный товар по самой выгодной цене. Там все максимально просто. Устанавливайте приложение и смотрите, сколько тот или иной товар стоил раньше. Приложение выводит колебания цены на график и можно понять, стоит ли ждать скидку на этот товар или стоит поискать что-нибудь другое. Также через приложение можно сделать выводы о самом продавце. Надежный ли он, там есть рейтинг продавца, там есть отзывы от реальных покупателей с реальными фотографиями, отзывы о продавце и о товаре, который он продает. Очень удобно. АлиРадар также позволяет сравнивать похожие товары и оповещает вас о снижении цены, если вас какой-то товар заинтересовал. Это делается очень просто. Кидайте товар в избранное и приложение само пришлет вам уведомление, когда цена на товар снизится. Приложение можно пользоваться не только с телефона, но и через браузер. В общем, полезнейшая штука для выгодных покупок. Ссылка на которую в описании под этим роликом. А мы продолжаем. Вторая, опять же, очень распространенная ошибка, примерно такая же, как и со спальными мешками. Возвращаясь из похода, мы оставляем коврик в спрессованном виде, то есть мы оставляем его лежать в чехле. Это неправильно, особенно если это самонадувающийся коврик или коврик с утеплителем внутри. В спрессованном виде утеплитель начинает у нас деградировать. Поэтому нужно извлечь ковер из чехла, когда мы вернулись домой уже, разумеется, открутить клапан, дать набрать ковру воздух. Если это надувной ковер, можно надуть его, чтобы он надулся. И с открученным клапаном мы убираем этот ковер либо под диван, либо за шкаф, либо на антресоли, либо ставим там, где у нас висит одежда в вертикальном виде, очень удобно получается. И ковер хранится у нас дома в надутом виде. В противном случае, если это надувной ковер, он у нас просто перестанет самонадуваться. То есть пена у нас примет форму свернутого ковра и в полной мере надуваться не будет. Конечно, если мы догоним весь этот объем воздухом, ковер будет как прежде работать, но самонадуваться, сама набирать объем пена уже будет не так хорошо. Поэтому храним ковры в надутом виде, так они служат дольше и лучше. Про надувание ковра как раз у нас следующая ошибка. Возможно, это даже не ошибка, а такой некий спорный момент. Как мы можем надуть ковер? Это либо наши легкие, то есть ртом надуваем ковер, это либо специальные гермы, которыми мы вдавливаем воздух внутрь ковра, либо это какие-то электрические насосы. Это больше такая кемпинговая история, хотя в последнее время появились совсем маленькие насосики, которые можно взять и в пеший поход, ничуть не ущемляя себя в весе. Когда мы надуваем ковер ртом, часть влаги, ну, точнее, огромная часть влаги, которая находится в нашем дыхании, попадает внутрь нашего ковра и оседает на утеплителе, либо просто на стенках, если этот ковер внутри полый. И, в общем-то, постоянно надувая ковер, мы все больше и больше влаги забрасываем внутрь, в утеплитель или просто внутрь ковра. Со временем от влаги, которая попадает вместе с нашим дыханием внутрь ковра, там может образоваться плесень. Вопрос этот достаточно спорный, потому что все-таки именитые производители обрабатывают утеплители внутренности ковра специальным составом, чтобы эта плесень не образовывалась. Хотя я лично на своем опыте очень долго надувал ковры ртом, и внутри там ничего не образовывалось. На ютубе масса роликов, где люди говорят, что они 10 лет там пользовались этими коврами. Давайте проверим, есть ли плесень внутри, разрезают ножницами ковер, и там плесени нет. Но теоретически это может быть так. Поэтому, наверное, гораздо безопаснее, да и в принципе проще надувать ковер специальными гермами-насосами. Это такой мешок, в который может убираться либо сам ковер, либо вы впоследствии можете положить туда свои вещи, и они получат гидроизоляцию, то есть просто гермомешок, при помощи которого мы надуваем ковер, не перенося туда влагу из нашего дыхания. Ну, либо электрические насосики тоже как бы влагу в ковер не загоняют. На мой взгляд, конечно, самым правильным способом является надувание ковра гермой, тем более они сейчас максимально доступные. На Алиэкспрессе можно найти гермы практически под любые ковры, под любые воздушные клапаны, и будет вам счастье. Что делать, если вы запачкали, зажирнили свой ковер едой, или, предположим, солнцезащитным кремом, что бывает гораздо чаще, потому что летом мы кремом мажемся, ложимся на ковер, и там остаются жирные пятна. Надуваем ковер, закручиваем клапан, и в душе или в ванной моем ковер с мягкой губкой, мылом оттираем вот эти жирные пятна. Стирать его, разумеется, нельзя, потому что и такие вопросы мне периодически присылают в комментарии. Просто мягким мылом, мягкой губкой, в ванной или под душе оттираем эти жирные пятна. Гораздо более важным моментом является прокол ковра. И очень многих туристов именно этот момент останавливает от покупки надувных или самонадувных ковриков. Хочу сказать, что эта возможность достаточно сильно переоценена. К тому же можно сделать несколько манипуляций, которые уменьшат вероятность прокола ковра. Первое, это, конечно же, футпринт, подложка под палатку, под дно палатки, которое мы стелим, и она не позволяет каким-то острым камням, веткам, сучкам прокалывать дно палатки и, соответственно, ковер внутри. Второе, это просто хорошо выбирать место для установки своей палатки. Все острые сучки, шишки, какие-то камушки откидываем. И, в принципе, этого достаточно. Я в огромной части своих походов футпринт не использую. Просто стелю ковер на дно палатки, и, ну, прям ни разу у меня не было такого варианта, что я ковер проколол через дно палатки. Это прям сложно сделать на самом деле. У меня был единственный вариант, когда я получил дырку в ковре, и это было по моей глупости. Я чиркнул спичкой, сера от спички отлетела, упала на ковер и его прожгла. Ну, то есть, это какие-то внешние воздействия. А так, чтобы я проколол ковер об камни, ну, это нужно тогда ковер вне палатки стелить где-нибудь там на щебень, на стекла, на, не знаю, там, куски битого обсидиана, как это было у нас в Исландии, например, и ковер прокалываем. Ну, вот даже в Исландии, где вот прям вулканическая порода, острые куски обсидиана, которые острее, чем стекло, сверху ставили палатку, без футпринта клали коврик, ничего не прокололи. Так что, на мой взгляд, это сильно переоценено, что ковер там можно проколоть. Про то, как починить ковер, будет, наверное, отдельный ролик, потому что этот и так получается очень длинным. Это на самом деле не сложно даже в условиях похода. И еще одна важная ошибка, которую допускают новички, она касается всего снаряжения, не только ковров. Проверяем свое снаряжение перед походом. То есть мы достаем этот самонадувной ковер, надуваем его, смотрим, есть ли там дырки, нет ли там дырок, будет ли он работать в походе. Потому что очень часто встречал такие ситуации, идем с новичками, и тут ребята, например, достают палатку из чехла, а она у нас вся в плесени. Потому что после прошлого похода они ее не просушили. Или достают ковры, они там сдуваются, потому что они дырявые и так далее, и так далее. Все снаряжение перед походом, особенно если этот поход длительный или ответственный, мы проверяем на его работоспособность. Давайте что-нибудь короткое про коврики, спальники рассказали. Давайте про рюкзаки расскажем. Про рюкзаки тоже периодически прилетают вопросы. Например, очень меня забавляет вопрос, можно ли рюкзаки стирать? Теоретически можно, но ничего хорошего от этого с рюкзаками не будет. В принципе, стирку не любит никакое туристическое снаряжение. Оно от этого портится, меньше служит и теряет в качествах. Казалось бы, вроде как нас учили стирать там свои вещи, от этого быть красивым, чистым и опрятным. Но вот в туризме это не работает. Туризм это для засранцев. Я, конечно, шучу. При стирке синтетика, из которой изготовлен рюкзак, а еще чаще нитки, которыми рюкзак сшит, начинают деградировать, ослабевают от нагрева, соответственно, например, в горячей воде или в стиральной машине. И рюкзак попросту через несколько стирок может у нас рассыпаться. Если рюкзак не какого-то супер именитого бренда. Поэтому, если рюкзак у нас запачкался, мы берем теплую воду и фрагментарно там, где у нас пятно, мягкой губкой, мылом, оттираем это пятно, не стирая рюкзак целиком. Во всяком случае, я так поступаю. Очень важный момент, который касается рюкзаков. После похода их надо разбирать. Казалось бы, момент очевидный, но далеко не все начинающие туристы это делают. Иногда они просто пришли с похода, поставили рюкзак и там до следующего похода он стоит маринуется. Можно, конечно, так делать, но, как я уже сказал, вы рискуете там своим снаряжением и тем, что он заплесневее, там придет в негодность, испортится утеплитель и так далее. Рюкзак, опять же, разбираем качество. Мы не просто достали вещи, типа нашу одежду, спальник, коврик. Сделали все, как я сказал, коврик надули, спальник повесили. Этого недостаточно. Мы проверяем все ниши, закоулки, маленькие кармашки и все места в нашем рюкзаке. Потому что последнее время рюкзаки имеют множество карманов. Чем больше карманов, тем лучше считают производители. Иногда с туристами это играет злую шутку. Скажем, вы шли в походе, увидели яблоню, растущую рядом с дорогой, сорвали несколько яблок, там, скажем, два съели, одно запихали в карман рюкзака и навсегда про него забыли. Поверьте мне, вы про это яблоко и не вспомните, когда вернетесь домой. Дома вас уже мама покормит картошечкой с котлеткой и никакие яблоки с пыльной дороги вам уже не будут нужны. Вы про них просто забудете. А вот через два месяца, когда вы решите отправиться в следующий поход, вы откроете карман своего рюкзака и увидите там новую цивилизацию плесени и прочих грибов, которые проросли из этого яблока и превратили карман и часть вашего рюкзака в биологически зараженную зону. Очень часто такое бывает, там кусок колбасы, когда там идешь в длительном походе, отрезал кусочек колбасы для тебя в длительном походе, это прям невероятная ценность. Ты его тоже спрятал где-нибудь в отдельный карман рюкзака, вернулся домой, колбаса тебе это уже не нужна, забыл про нее, через неделю открываешь, а там просто вонища, рюкзак весь в плесени, прогнивший, там чуть ли не течет, капает с этого кармана, очень часто такое случается. Еще печальнее, если вы положили в какой-то кармашек рюкзака кусочек шоколадки, кусочек печеньки, ну там, знаете, карманное питание, когда идешь на маршруте, чтобы там из кармашка достать кусочек шоколадки и поддержать свои силы. И опять же, про все это дело забыли, вернувшись домой, положили рюкзак где-нибудь в гараж, например, я знаю, что многие хранят там рюкзаки в гараже, чтобы не занимать место дома, и там мыши замечательно прогрызутся, вот, огромную дыру в вашем кармане, чтобы добраться до этих печенек и шоколадок. Такое случается, кстати, и в условиях похода, поэтому еду из рюкзаков лучше доставать, если вы не хотите обнаружить прогрызенные в них дырки. Мыши очень, особенно лесные мыши, очень любят всякие печеньки, курагу, и очень лихо их таскают. У нас вот в Хибинах мышь всю ночь пыхтела и переносила курагу, видимо, к себе в нору, целый пакет где-то полукилограммовый унесла. Это просто трэш, осталось две куражиды. В общем, такие истории бывают. Поэтому очень тщательно разбираем рюкзак, опять же, проверяем его перед походом, смотрим, чтобы у нас не было никаких дырок, чтобы нигде не торчало никаких ниток, чтобы швы были прочными. Если нужно, рюкзак подшиваем. Такие вот простые советы, которые помогут новичку в продлении жизни его снаряжения. Пишите в комментариях свои варианты ухода за снаряжением, будет очень интересно почитать. Если было полезно, ставьте лайк, буду продолжать эту тему, она достаточно обширная. И, конечно же, ходите в поход, друзья. С вами был Владимир Чайкин, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok